Итак, а теперь рассмотрим операцию анпулинга. Это операция, обратная к стандартной операции пулинга. Я приношу свои извинения перед гуманитариями, но я даже слово анпулинг не пишу даже по-русски, потому что по-русски слово анпулинг, оно действительно выглядит как-то действительно странно. Ну уж действительно, перебор с англицизмами. Ну что ж, давайте смотреть, что делает стандартный пулинг. Он уменьшает размерность. То есть на прошлых лекциях у нас была такая картиночка. Вот, значит, изображение порезали на квадратики, в каждом квадратики оставили пиксель с максимальным значением. Размерность упала в два раза. Соответственно, анпулинг должен производить обратную операцию. То есть, если, допустим, два пулинга, значит, режет изображение на квадратики 2 на 2 и оставляет там по одному пикселю, то анпулинг 2 на 2 должен делать обратное преобразование. То есть он каждую область должен раздувать в два раза. А вот возникает вопрос, а откуда взять дополнительную информацию о новых пикселях? Вот смотрите, в пулинге у нас как бы информация наоборот, она лишняя удалялась. А вот в анпулинге у нас количество ячеек возрастает и непонятно. А вот что класть вот в большее количество ячеек? То есть у нас есть информация о четырех ячейках, а тут теперь возникает 16 ячеек. Так вот, что записывать в них, в новые ячейки? На самом деле решили поступать следующим образом. Давайте, при операции анпулинг, вот число, оно записывается вот ровно в одну ячейку, а остальные ячейки забиваются нулями. Но остается такой вопрос, а по какому правилу определять, в какую из ячеек вот ставить наше число? А какие ячейки забивать нулями? Вот действительно, почему вот на этом рисунке мы решили вот эту восьмерку ставить именно в верхний правый уголок нашей области? А почему-то вот эта шестерка почему-то пошла в нижний левый угол. Почему так происходит? Ну вот давайте разбираться. И тут нам нужно принципиально использовать тот факт, что у нас нейронная сеть симметричная. Она у нас симметричная. Так вот, что это нам дает? А вот смотрите, сеть у нас симметричная, поэтому слою анпулинга где-то раньше соответствовал слой пулинга. И мы можем взять информацию, по которой слой пулинга тогда давно, ну, некоторые ячейки взял и выкинул. Вот смотрите, вот если в соответствующем слое пулинга максимум достигался в ячейке вот с координатами и, ж, то в соответствующем слое анпулинга вот это число, оно будет ставиться в ячейку с теми же самыми координатами. А в остальные ячейки ставится ноль. Ну вот смотрите, вот здесь для простоты приведен случай, когда у нас сеть очень сжата и после пулинга сразу следует анпулинг. Конечно, в реальности такого не бывает, то есть между пулингом и анпулингом там будут еще какие-то промежуточные слои, естественно, быть. Но здесь у нас, видите, сеть достаточно примитивная. Итак, вот смотрите, операция пулинга прошла, то есть она из каждого квадратика маленького оставила только максимальное значение. Обратите внимание, вот из красного квадратика взяли 8. Хорошо, а что делает анпулинг? А он берет информацию о том, в какой ячейке стояло вот это число 8. Оно стояло, ну, грубо говоря, вот в верхнем правом углу. Так вот, так вот, сдало быть, операция анпулинга информацию, которая вот находится вот в красном квадратике, она ставит ее как раз в тот же самый верхний правый угол, а остальные ячейки заменяет нулями. Точно так же, допустим, и с шестеркой. Мы запоминаем, что во время пулинга это число, это выражение занимало вот квадратик с такими-то координатами. Соответственно, при операции анпулинга она должна это самое выражение поставить в ячейку с теми же самыми координатами, а остальные ячейки забить нулями. Естественно, я еще раз напоминаю, что эта картинка достаточно примитивная, потому что в реальной нейронной сети вот между вот этим слоем пулинга и вот этим слоем анпулинга есть еще куча преобразований. То есть не факт, что вот у нас была шестерка, она перешла вот сюда, а потом здесь мы снова вставим шестерку. Нет, на самом деле в анпулинге могут быть поставлены абсолютно другие выражения, но нам нужно главное понять, в какую позицию их ставить. Так вот, позиция для того, чтобы поставить ненулевое значение, она определяется именно по информации со старого слоя пулинга. Продолжение следует... Продолжение следует...